Правительство Чувашии рассмотрело сегодня ряд законопроектов, которые предстоит принять на ближайшей сессии Госсовета. Самым объемным и обсуждаемым стал вопрос об изменениях закона об организации местного самоуправления. Основные изменения, которые обсуждаются все лето на всех уровнях, сколько руководителей должно быть в сельских поселениях, муниципалитетах, городских округах и как разделить между ними полномочия. Федеральное законодательство предусматривает несколько различных вариантов, регионы вправе оставить все как есть или выбрать новую модель. В Чувашии склоняются к тому, что на уровне сельских поселений и районов должен быть один руководитель, совмещающий обязанности главы и сети менеджера, и выбирать его надо всенародным голосованием. В ходе обсуждения определили и количество полномочий для каждого уровня. В ходе работы над законопроектом и обсуждения внесенных федеральным законом изменений от органов местного самоуправления и органов исполнительной власти поступили предложения об оставлении и закреплении за сельским поселением дополнительно предусмотренным федеральным законом 13 вопросов местного значения, еще 9 вопросов местного значения для сельских поселений. Таким образом, в соответствии с проектом закона, предлагается, что с 1 января 2015 года в Ведении сельских поселений останется 22 полномочия. Что же касается представительных органов власти, то есть собраний депутатов, самое часто высказываемое мнение вернуться к одномандатным выборам. На уровне городских округов, скорее всего, по-прежнему останется глава и сити-менеджер. По мнению большинства, частая смена управленческих моделей, а за последние 20 лет в столице Чувашии, в частности, это происходило не единожды, отрицательно сказывается на эффективности работы властей. В сельских же поселениях, наоборот, иной раз проблематично найти необходимое количество депутатов, не говоря уже о главе и руководителе администрации. Проект закона еще будет обсуждаться в Госсовете Чувашии. А вот отчет об исполнении республиканского бюджета за первую половину 2014 года утвердили прямо на заседании. По словам Светланы Янилиной, работа с казной идет по плану. Практически все контрольные показатели выполнены, а местами и перевыполнены. Особенно приятно, что вместо дефицита в 4 с лишним миллиарда получен профицит в 40 миллионов рублей. Однако глава Чувашии призвал коллег не расслабляться и обратить пристальное внимание на ряд моментов, в частности, на снижение акцизов. Отныне в Чувашии будет действовать правительственная комиссия по вопросам охраны здоровья населения. Хотелось бы сказать, что данная комиссия будет рассматривать профили здоровья населения каждого муниципального округа, каждого городского округа и муниципального района для того, чтобы сформировать конкретные предложения, связанные с особенностями жизни на уровне муниципалитета и направленные на сохранение жизни каждого человека. Кабинет министров Чувашии утвердил и величину прожиточного минимума за второй квартал 2014 года – 6968 рублей. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.